Сегодня определился окончательный список инвесторов, которые будут бороться за право строить и развивать в Красноярске аэропорт Емельянова. Всего их пять и среди них рабочей группе правительства за месяц предстоит выбрать наиболее выгодного партнера. Заявились, понятно, титаны и наш город не первый, где все они конкурируют. Мы навели обо всех компаниях справки, кто и что уже успел построить, чтобы понимать на что рассчитывать красноярцам. Напомню, изначально строить новый Емельянова заявились вместе компании бизнесменов Виксельберга и Потанина, Ренова и Интеррос. Ренова была готова вложить в это 12 миллиардов рублей. Но сделка, где больше 70% акций достается бизнесу, а не краю, не устроила депутатов законодательного собрания. После чего и было решено устроить конкурс и повыбирать. Итак, Виксельберг и Потанин так и остаются в числе претендентов. И вот портфолио их структур. Ренова управляет тремя крупными аэропортами в Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде. Компания Потанина развивает грузовые терминалы в Московском Шереметьево. Их серьезный конкурент Базеллаэра, структура бизнесмена Олег Дерипаски. В управлении Базеллаэра аэропорты в Краснодаре, Анапе, Геленджике и новый аэропорт в Сочи, который, к слову, в прошлом году был признан лучшим региональным аэропортом в России. Следующая компания «Новопорт» контролирует аэропорты Челябинска, Волгограда, Томска, Барнаула, Читы и Новосибирска. Аэропорт Толмачево не в пример нашему и правда хорош. А вот в портфолио компании «Кислородмонтаж» мы аэропортов не нашли. В основном их стройки в области металлургии. Зато в послужном списке есть реконструкция Байконура. Правда, было это давно. В 2004-2008 годах. Последняя в нашем списке компания «Аэроинвест». По данным СМИ, она работает всего пару лет, ее учредитель – некая британская компания. Несколько лет назад «Аэроинвест» инвестировала в аэропорт минеральных вод и приобрела большую часть активов Калининградского аэропорта. Его реконструкция еще не закончена.